Девушки отдыхают Специальное конструкторское технологическое бюро с опытным производством Сотрудники нашего подразделения занимаются изготовлением деталей и комплектующих для действующих промышленных образцов Также перед нами стоит задача выпуск масштабных действующих моделей Модели используются на выставках для демонстрации концепции нашей идеи Мы постоянно расширяем производство, увеличиваем количество оборудования И заинтересованы в подборе высококаллифицированных персоналов Найти сегодня высококаллифицированных профессионалов крайне затруднительно Поэтому мы готовы подбирать кадры чуть выше среднего уровня И растить в них профессионалов, которые, естественно, будут давать впоследствии какую-то отдачу В нашем секторе на сегодняшний день уже трудится 53 человека Задачи у нас специфические, нестандартные По которым зачастую просто нет международного опыта Мы нестандартная компания вообще в целом Мы создаем то, что никогда не было на рынке Работая в нашей компании, научился ко всем задачам подходить творчески Из основных навыков, которые я здесь приобрел Могу подчеркнуть умение расставлять приоритеты Анализировать принятые решения И своевременно вносить исправляющие алгоритмы Потому что если мы что-то организовываем Мы должны видеть, что у нас на выходе На выходе должен быть качественный продукт Должен быть результат в срок Если ты не будешь анализировать деятельность Ты не добьешься на выходе правильных результатов Когда мои друзья и родственники, близкие узнали Где я работаю и чем занимаюсь У них был легкий шок Они не понимали, что это, с чем едят, для чего это нужно Ну, со временем, разобравшись Разделили мои интересы А сегодня очень большим ажиотажем следят за развитием нашей компании За нами повышение качества Каждый день все лучше, лучше и лучше и лучше На ступеньку выше Получилось, значит, шагаем еще на дно Получилось, значит, еще лучше Нет предела совершенства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рад всех приветствовать на очередном вебинаре Все самое интересное и актуальное в СВЦ Непосредственно в проекте, который мы с вами финансируем Который мы с вами развиваем И все, наверное, в курсе, что постепенно сейчас Во всех странах отменяется карантин Пандемия сходит на нет И у нас было достаточно много времени для того, чтобы Охватить тех людей, которые, может быть, не понимали Того направления, которое мы развиваем У нас было очень много времени для того, чтобы подумать вообще над логикой, над философией Того направления, которое мы развиваем И на самом деле самую большую философию заложил сам генеральный конструктор В своем видеоблоге И я хотел бы этот вебинар построить на одном из самых мощных выступлениях Анатолия Эдуардовича Это действительно философ нашей современности Это человек, который в себе комбинирует фактически три начала Это инженер, это визионер и это философ То есть он действительно сам представляя Сразу проектирует, каким будет мир с помощью применения технологии Которую мы с вами развиваем вообще в логике инженерной мысли Как это повлияет на человеческую жизнь И, конечно же, как это будет развиваться в будущем Я могу сказать, что не каждая корпорация в мире об этом вообще задумывается И на самом деле, благодаря этой технологии У меня лично появилась уверенность в том, что мир может развиваться правильно И сможет избежать тех экологических катастроф, тех неурядиц, беспорядков В том числе и в социальном отношении, в том числе и в разложении мысли подрастающего поколения И то, что сейчас произошло, я имею в виду пандемию, коронавирус Продемонстрировало нам то, что будет происходить и в дальнейшем И, в принципе, мир уже никогда не будет прежним Вначале я хотел бы остановиться перед такой очень серьезной темой Сегодня не будет тем про мировую экономику Сегодня не будет тем про то, что касается инженерных нововведений Непосредственно внутри Skyway Technologies Companies Сейчас это, я могу сказать, уже не так именуется Так как произошел ребрендинг И все это говорит о том, что движется, во-первых, по плану А во-вторых, с очень четким соблюдением правил уже мировой деятельности И вот это вот предложение 1 к 60, 1 к 100 Ну, наверное, это вообще крайнее такое предложение Наиболее сладкое, которое пока что действует Я рекомендую всем, кто в первый раз, возможно, присутствует Ну, на своих вебинарах в первый раз Те, кто присутствует, возможно, покажется сильно тяжело Потому что мы тут сразу так вот сходу затрагиваем многие темы Но в ближайшее время появится у нас система целая Вводных вебинаров из различных спикеров Которые сейчас готовятся и фактически каждый день Будут вещать и вводить в курс дела Новое подрастающее поколение инвесторов И просто партнеров по той технологии По тому проекту, который мы с вами развиваем И я хотел бы перейти к самому главному К тому, к чему мы, пожалуй, не будем переходить Потому что вот сейчас начнется пора командировок Сейчас начнется пора конференций Так как границы, скорее всего, откроются в ближайшее время И в логике не только рабочих поездок И поездок по лечению И все как бы забудется Как будто ничего и не было Как будто это, знаете, какое-то событие просто прошло Но пандемия была и как грипп Но на самом деле это полностью побудило Вообще самого генерального конструктора Обратить внимание на многие вещи На которые он бы, возможно, в отсутствие времени Не обратил внимания И вот этот видеоблог Когда рассказывается концепция Почему транспорт, струнный транспорт Против коронавируса действительно смог бы выстоять Может быть, не полностью выстоять Но многие вещи приостановить Я хотел бы раскрыть на этом вебинаре И посвятить полностью этому видеоблогу данный вебинар Во-первых, мобильность людей постоянно растет Я буду очень много здесь цитат приводить Потому что я лично это всегда делаю И выписываю тезисы Потому что они для меня в первую очередь важны И вот один из тезисов, которые вы сегодня услышите Он может вам как партнеру Как человеку, который развивает, привлекает инвестиции Может привлечь вообще десятки тысяч долларов Это как минимум Потому что очень мощные аргументы здесь охвачены Мощные аргументы, о которых многие корпорации не задумываются Они задумываются о каких-то своих конкретных локальных решениях Я не раз говорил про биотех компании Сейчас они, вы увидите на рынке И вы поймете, что, вот Алексей, в принципе, говорил правильно Они будут сходить на нет То есть снова будут, имея в виду по доходности, по прибыльности По росту прибыли потенциальных инвесторов в эти направления Снова будут технологические направления Снова вроде как будет все выпрямляться Но я не верю никакое выпрямление Потому что было напечатано столько денег Что должно появиться какое-то направление Которое вот эти вот деньги Иллюзорные смогло бы обеспечить И это как раз таки то направление Которое мы с вами развиваем На самом деле весь вообще долг США Можно обеспечить теми проектами Которые будет реализовывать компания Когда выйдет на коммерческий рынок И, как неоднократно говорил генеральный конструктор Что до конца этого года Будет начало конкретных коммерческих адресных проектов То есть пройдут первые оплаты Начнется первые предпроектные работы И далее уже с максимальной скоростью Уже будет строительство проектов И ввод их в эксплуатацию В том числе тех проектов Которые были обсуждены Непосредственно с правительством арабских стран Ряда арабских стран То есть это далеко не только арабские эмираты И что-то мне подсказывает Что не будет времени у генерального конструктора Так часто записывать видеоблог Это в первую очередь для того, чтобы дать понимание Дать некое осознание инвестору И партнеру проекта, который мы с вами развиваем Потому что начнется авральная В буквальном смысле работа Все свалится на генерального конструктора Так как ему нужно будет срочно Вылетать и перемещаться Из республики Беларусь В Арабские эмираты обратно Потому что очень много сейчас В плане переговоров В плане координации работ Нужно будет нарастить И это будет наращено Потому что по-другому быть не может В том проекте, который мы с вами развиваем Так вот, первое суждение То, что мобильность людей постоянно растет И по данным ООН Мобильность в ближайшие 25-30 лет Вырастет в 2-3 раза О чем это говорит? Во-первых, еще на словацкой конференции Я предупреждал, что На мой взгляд На тот момент, не дай бог, что бы произошло Но было предположение Что, на мой взгляд, еще в январе этого года Я говорил, что вирус выйдет за пределы Китая В первую очередь из-за того, что Есть все предпосылки для того, чтобы он распространялся И как раз-таки одно из распространений Самых главных – это через транспортную инфраструктуру Никто не говорит, что она несовершенна Никто не говорит, что ее нужно отменять, убирать Просто сейчас факт в том, что Кто приезжает в аэропорт Не может сразу улететь И необходимо ожидать Причем в ограниченном пространстве С большим скоплением людей А как раз-таки эпицентры Пандемии И различного распространения Любых заболеваний, любых вирусов Исходят из большой скучности людей И современные аэропорты – это все цитаты генерального конструктора Где самолеты взлетают, садятся каждую минуту Там будет примерно 12 тысяч человек в аэропорте И чтобы с такой частотой самолеты летали А еще будут, если чаще И в современных аэропортах Каждые 10-20 секунд садятся и взлетают То есть вместимость самолетов намного больше, чем 200 человек Это может быть 400-500 человек Здесь описка, конечно же Например, аэробус 380 То есть 100 людей будет на станции, на аэровокзале Ожидать намного больше А по идее хотелось бы, чтобы я приехал И я сразу улетел Но так не бывает Потому что огромная серьезная логистика И это не управляется автоматизированно Автоматизированно не летают самолеты То есть они летают только частично на автопилоте И поэтому современные аэропорты вмещают десятки тысяч человек Которые находятся в замкнутом пространстве И все они общаются с друг другом Я по себе могу сказать, что я не раз стал вдруг чувствовать себя чуть хуже Например, подхватил какую-то простуду Не где-то в городе Не где-то, к примеру, в банке А именно в аэропортах И именно на вокзалах Когда еще приходилось перемещаться по вокзалам То есть там как раз-таки рассадник на самом деле Всяких гадостей, всяких болезней И что говорить про пандемию Все люди, которые первично, может быть, были переносчиками Просто как разлетелись по всему миру Потому что логистика перемещений настолько серьезная И только недалекий человек мог предполагать, что это никуда не выйдет Потому что сама транспортная доступность перемещений И сама повышенная мобильность, которая будет повышена еще больше Она это прогнозировала по сути И то же самое поезда Поезд вмещает 300-500 человек Иногда и тысяча И опять же Мы не можем сразу прийти на вокзал и сесть в поезд Либо на станцию Все равно нужно ожидать Все равно скопление людей И все равно можно теоретически заразиться Потому что Многие говорят, что вот эта пандемия Она никуда не делась И невозможно так быстро отменять карантины Отменять вообще факты таких вот жестких ограничений Это может вернуться И, соответственно, самое безопасное Действительно на сегодняшний день Транспортное средство Которое можно предположить Это как раз таки то направление Которое мы с вами развиваем Казалось бы Автомобиль Это решение Но все вы видели Вот эти вот видео Когда водители Убера Водители Яндекс.Текси Буквально клеенкой Все опечатывают Чтобы, не дай бог Пассажир Не передал ему какую-то инфекцию Это тоже такая реальность От которой нам сейчас никуда не деться И автомобиль Да, он от скучности спасает Но это неэффективное транспортное средство Будь то даже электромобиль А сейчас Соло, например, компании китайские Нио-компании Никола Они вообще вот Растут Только так На дрожжах Потому что Сейчас Автомобильная индустрия Электромобилей Она будет Очень сильно Ну, такой термин Пампится То есть Искусственно Развиваться Искусственно Взращиваться Искусственно Рождаться Будет Инвестиционный Интерес Потому что Все понимают Что Автомобиль Да, решает Вот эту проблему Скученности В общественном транспорте Толпы Пробок Часа пик И Она не решает Проблему Когда Миллионы Автомобилей Действительно У нас Присутствуют В мегаполисах И я помню Когда я находился В Джакарте И спрашивал Удивлялся Почему Все Ходят В масках На тот момент Я не мог Предположить Что вообще Пол мира Будет Надевать Маски По случаю Пандемии Там люди Надевали Потому что Просто смог Потому что Просто Нечем Дышать И миллионы Автомобилей Поэтому Переходят На автомобили Потому что Уже Предупреждена Экологическая Угроза Современных Мегаполисов Они убьют Всю экологию Отравят воздух Выклопами Загрязнениями Потому что Изнашиваются Шины Асфальт Также Имеют Своё Влияние Это Всё Поднимается В виде Пыли Это Канцерогены И попадает Всё В лёгкие Это Не мои Слова Это Плавно Сейчас Буквально По тезисам Настолько Идеальное Выступление Которое Обрисовывает Идеологию Того направления Которое Мы развиваем Что Лучше Не придумать И Вот это Почему Я потратил Время И всё Это Сделал В виде Тезисов Не Одно Выступление Не пропускал Потому что Это Как раз Таки Из первоисточника И В первую очередь Те люди Которые Только Присоединяются К проекту Хотелось бы Чтобы они Присоединялись К проекту Не из-за Материальной Потенциальной Выгоды А в конце В конце Вебинара Вы поймёте Насколько Это Мощный Вообще Экономический Эффект Может быть Задумывались О проблемах Которые Насущные Проблемы Действительно Решает Это Транспортно- Инфраструктурный Комплекс И Генеральный Конструктор Сказал Потом Что Должно Быть Нечто Среднее Это Можно Назвать И Последний Милей И Действительно Несуществующим Видом Транспорта И Нечто Среднее Между Большими Транспортными Средствами И Маленькими Очень Простыми Словами Генеральный Конструктор Это Всё Объясняет И Между Большими Станциями Вокзалами Аэропортами И Что-то Небольшое Это Как раз Таки Скайвей И Действительно Оно Так и Есть На Сегодняшний День Подобного Транспорта Не Существует Когда Частота Отправления Будет 30 Секунд Я Спешу Вернуться Допустим Если Говорить Про Современные Самолеты То Здесь Такая Частота Она и Предполагается То есть Это Абсолютно Привычная Частота Отправления И Приемлемая Для Городов Тогда Обеспечить Можно Пассажиропоток 10 Тысяч Пассажиров Час Это Абсолютно Достаточно Это Очень Высокая Производительность И Если Вместимость Модуля Будет Допустим 50 Человек И Через 30 секунд Все сели Уехали То Нет Никакой Автомобиль Необходимости Чтобы Чтобы Люди Ожидали Находились Скапливались Толпились На станциях И Чего-то Там Покупали То есть Они Зашли Сели Уехали Я не Исключаю Что Даже Так называемых Пунктов Перекусить Многих Привычных Кофе Потому что Кофе Тут не будем Фантазировать Я думаю Это будет Решена Проблема Для тех Кто Хочет Взять С собой Перекусить Но Вот Такие Пункты Киосочные Они Уйдут В небытие Потому что По сути Это все Появилось Для того Чтобы Скрасить Время Провождения Для того Чтобы Было Что Перекусить Было Что Почитать А зачем Это Если Ты Приезжаешь И Сразу Уезжаешь Это На самом деле Мечта Путешественника И Многие Люди Тревел Блогеры Они В свое Время Начнут Очень Мощно Поддерживать Партнерскую Программу Тех Инвестиционных Структур Которые Сейчас Развивают Направление Которое Мы с вами Финансируем И мы Будем Одной Из самых Мощных СВЦ Структур И Очень Многие Люди Присоединятся Которые Не мыслят Вообще Без Перемещения Без Путешествий Они Будут Уже Входить Потом Мы С вами Являемся Сейчас Первопроходцами Это Есть В каждой Индустрии И Допустим Если Это Добыча Каких-то Новых Не то что Новых Полезных Ископаемых Новых Местах И Какие-то Схемы Бизнеса Всегда Есть Первопроходцы Которые Набивают Шишки Ошибаются И создают Бизнес Модель В данном Случае Мы Создаем Бизнес Модель Для тех Людей Которые Массово Я не побоюсь этого слова Миллионами Будут присоединяться Потому что Коммерческие проекты Уже на тот момент Будут Работать Либо Строиться И это Будет Настолько Очевидно Что Не Присоединяться Будет Очень Глупо Так же Как Сейчас Допустим Глупо Не Разбираться В Криптовалюте Такое Время Настанет И Мы С вами Будем Показывать Пример Мы Как Сообщество Людей Объединенных Одной Идея Идея Которая Спасет И Изменит Этот Мир Навсегда И При этом Небольшие Транспортные Средства Легче Автомобили Это Чуть Попозже Генеральный Конструктор Так же Освещал Автомобили Движутся На первом Уровне Почему Дезинфицируют В принципе Улицы Потому что В почве На асфальте Вскапливаются Как раз На первом Уровне Все эти Вирусы Мало Того Что Здесь Транспорт Перемещается На втором Уровне Действительно Автоматизированная Будет Я думаю Дезинфекция Обработка И Вирус Просто Не проникнет И Не раз Я говорил Про Системы Машинного Обучения Которые Будут Определять И Мерить Автоматически Температуру Тела Если это Понадобит С того Человека Который Вообще Еще Даже Не Зашел В сеть Транснет То есть Не Переступил Порог Транспортно Инфраструктурного Компульса Например Не Появился На станции Это все Будет Предупреждаться Заранее И Так Должно Быть В современной Автоматизированной Транспортно Инфраструктурной Отрасли И Действительно То что Да Если бы Сейчас Был бы Транспорт Skyway Как основной Вид транспорта То Не было бы Такого Распространения Пандемии Была бы Пандемия Все равно Но Не такое Распространение И скучность В людей Городах И приводит К эпидемиям И пандемиям На самом деле Так Владимир Спрашивает Вебинар Будет Вебинар Вообще То Идет Но Я предупредил Заранее Что Вебинар Будет Сегодня Именно По теме Выступления Крайнего Видеоблога Который Выпустил Генеральный Конструктор Потому что Это Основа Идеологическая Для Того Что Сейчас Мы На самом деле С вами Развиваем И Только Из-за Скучности Людей Всегда И в Средние Века Было Такое Явление Как Пандемия Появилась Чума Она Быстро Распространилась Хорошо Что Тогда Еще Не Было Автомобиля Хорошо Что Тогда Еще Был Только В принципе Бужевой Транспорт И На самом деле Природа Скучности Сегодняшней Точке Зрения Она Не Имеет Логики И Не Имеет Смысла И У Млекопитающих Нет Такого Примера Они Только Если Куда-то Перебегают С места На место Бегут В стаде Если Перелетают С места На место Птицы Они Летят Тоже Стаи Но Обычно Они Стараются Даже Обычные Животные Жить Порознь И Это Нарушает Сейчас Человек Поэтому Если Это Не Будет Решено И Не Появятся Другие Города Нового Типа То Оно Так И Останется И При Следующей Пандемии Все Это Максимально Быстро Так же Распространится А стоит Понимать Что Да В европейской Части Да В России Сейчас Карантин Идет На нет Но Есть Африканская Часть Есть Латиноамериканская Часть И Там Как раз Таки Может быть Нарастание Сейчас Пандемии А это Как раз Такой Вот Волнообразный Эффект А волна Может Затронуть Снова И тех Кто Ее Не ожидал На самом Деле И Вернемся К концепции Мобильности Мы ее Вообще Упоминали Не раз То есть Мобильность 1.0 2.0 Поставьте Плюсики Кто Слышал На наших Вебинарах Об этом Но генеральный Конструктор Говорит О концепции Вообще Городостроения И На самом Деле От Концепции Городостроения Очень Много Зависело Потому что В свое Время Когда Развивались К примеру Древние Римские Города То Невозможно Было Предположить Того Что К примеру Так У меня Этот слайд Пропущен Один Так Сейчас Мы тогда Сделаем Небольшое Возвращение По презентации Мы идем С 16 Слайда У нас Закончилось На Девятом И Все Все это Я Как и говорил Складывается Из Концепции Городов Это Все Не просто Так Далеко Развивалось И Исходит Из понятия Транспортная Доступность Потому что На самом Деле От этого Складывается Весь Комфорт Проживания В современном Городе И То что Сейчас Нам Некомфортно Перемещаться С края Нашего Города Например На место Работы Это абсолютно Нормально Потому что Хотелось бы Перемещаться Максимально Быстро Хотелось бы Тратить не 2-3 часа А сколько Мы и Тратим Кстати Напишите Вообще Сколько Примерно До места Работы Вы тратите Времени На перемещение Я В среднем Когда Работал На наемной Работе Прикинуть Если даже На машине Перемещался Час Причем Я жил Не так Не так Далеко От места Работы И Если Говорить Про Джакарту Если Говорить Про Лагос Например Нигерия То Там Просто Долгие Часы Тратят Люди На перемещение Даже На смену Транспорта И Это Абсолютно Понятно Что Когда Человек Раньше Много лет Назад Перемещался Пешком Тогда Возникали Такие Древние Города Как Рим То есть За полчаса Человек Мог пройти 2-3 Километра Поэтому И города Были 2-3 Километра И там Жили Всего лишь Десятки Тысяч Людей Поэтому Кстати И Завоевания Были Такие Вот Очень Активные Потому Что Нужно Было Дойти Еще До Города И Очень Большая Конкуренция Была Потом Когда Человек Сел На лошадь Скорость Возросла За полчаса Проехать Можно Уже 7-8 Километров Поэтому В средние Века Города Выросли Порядка До 10 Километров И Начались Крестовые Походы Такие Уже Завоевания Стран Кстати Начались И в 20 Веке Появился Автомобиль Застройка Максимально Плотная Сейчас У нас Получилось Там Где Можно Построить Дороги Недорого Относительно Максимальных Результатов По Себестоимости Километра Построенной Дороги И Ее Прокладки На Удобной Местности Там Везде У нас Выросли Дома Небоскребы Магазины И там Где Дорого Строить Дороги Например Это По Шельфу Там Нужно Строить Либо Какие-то Мосты Либо Подземные Туннели Через Горы Там Городов Сейчас Мы Не Видим Это От себя Добавляю Потому что Дорого Строить Потому что Невозможно Сейчас Там Проложить Дороги Прокладывать Дороги Чтобы Преодолеть Допустим Серпантин Чтобы Ну Какую-то Горную Вершину Потому что Нет Другого Способа Как Перебраться С одной Стороны На Другую То есть Сейчас Очень Локально Решаются Транспортные Задачи Традятся Огромные Деньги Только В случае Того Что Другого Решения Нет А С точки А До Точки Б Перебраться Нужно И Когда В двадцатом Веке Появился Автомобиль То За Полчаса Можно Было Проехать Уже Тридцать Пятьдесят Километров И Мегаполисы Стали Размером Тридцать Пятьдесят Километров А сейчас Появились Гигаполисы То есть Это Супер Мегаполисы Между Ними Фактически Нет Границ Все Дома Вы Видите Гонконг Вы Видите Пекин Вы Видите Ухань По Эпицентр Первоначальной Эпидемии Это Как раз Таки Огромные Города Муравейники Которые Являются Рассадниками Суда Что-то Негативное Отрицательное Бросить Причем Негативное Отрицательное Хотел бы Отметить Так же И Такое Понятие Как Преступность То есть Генеральный Конструктор Об этом Не Рассказал Но На самом Деле Нью-Йорк В Восьмидесятых Годах Был Супер Преступным Потому Что Как раз Таки Вот Несмотря На решение Транспортной Доступности Проблемы Человека Там Не Была Выстроена Абсолютно Комфортная Безопасная Зона И Там Совершались Огромные Преступления Это Все Перемещалось На Весь Город То есть Транспортные Инфраструктуры Почему Многие Не Любят Перемещаться Допустим Очень поздно На метро Как-то Допустим Некоторые люди Побаиваются Перемещаться Ночью Потому Что Нет Абсолютной Защищенности Нет Абсолютного Комфорта Это Будет Только Когда Будет Абсолютно Автоматизированная Система Управления Безопасностью К этому На будущих Вебинарах Мы Также Перейдем С одной Стороны Все Будет Контролироваться Внутри Транснет Но Как Говорится Неприятель Недруг Либо Преступник Они Не смогут Сделать Противоправные Действия Так Просто Как Они Сейчас Могут Это Сделать В метро Например В Милане Я помню Как Был Случай В первый Раз Я Поехал В Милан И Там Просто Виртуозно Я Был Свидетелем Случая Когда Виртуозно Буквально Из Кармана Туриста Был Вытащен Бумажник Причем Из кармана Сумки Которую Он Нес К спине Замком То есть Никак Абсолютно Не было Защищено И Представьте Что Вот Эта Вот Вся Преступность Из Метро Милана Она Также Распространяется В виде Карманников На весь Милан То есть Преступная Составляющая Любого Города Она Напрямую Это Мое Конкретное Утверждение На мой Взгляд Зависит От Транспортной Безопасности Когда Будет решена Транспортная Безопасность А в Нью-Йорке Например Полиция Объединилась С транспортными Департаментами И Стала Граффити Потом Стали бороться Резко С преступностью Огромные Были И Штрафы И Меры Наказания И это Все Сошло На нет И сейчас Поэтому Нью-Йорк Представляется Тем Городом Достаточно Приятным Для проживания По сравнению С тем Что Он был Когда Орудовала Вот эта Подземная Мафия Подземная Преступность Поставьте От 1 до 10 Как вам Вот эта мысль Что когда будет Транспортная безопасность Максимальная Она у нас будет На втором уровне То И безопасность В городах Нового типа Будет Так же В разы Выше Просто От 1 до 10 Как вам Эта идея Потому что Некоторые идеи Я стараюсь Генерировать Сам В этом И ценности Суть Моих Вебинаров И Я не раз Встречал Когда Вот Несколько Идей Я говорю Потом Человек К примеру В Африке Часто так бывает Он говорит Все Дальше можешь Не говорить Я готов Я готов Инвестировать 20 тысяч долларов То есть Это все Аргументация И набирайте Вот этот опыт Берите Прямо Копируйте С тезисов Для этого Они И создаются Транспортная Доступность Сделала Современную Урбанистику Утверждает Генеральный Конструктор Не архитектура Транспортная Доступность Это Комфорт Для проживания И современный Вид городов Это извините Как получилось Это Как Максимально Хорошо Можно было С помощью Современных Транспортных Решений Причем Представьте К примеру Ну Я не знаю Взять Сферу Айти Возьмем Сферу Задумывается Какой-то Сайт Максимально Простой Функционал Но не Задумалось Что этот Функционал Будет Становиться Более Сложным Что нужно Будет Делать Сайт Переделывать Сносить Снова Тратить Деньги Заказчику И Если Не задумана Архитектура Заранее Это Вот Всех Ити Решений Касается Ну Мне как-то Ити Максимально Близко Уж Извиняюсь С кому Не будет Понятно То Нужно Будет Переделывать Хорошо Возьмем Строительство Если Задумано Не Задумано По Проектированию Что Небоскреб Выдержит Столько Этажей Не Надстроишь Столько Этажей И Во многих Местах Не Разрешает Просто Строить Многоэтажное Строительство И по Соображениям Религии И по Соображениям Что просто Дома Не Рассчитаны И фундамент Не Рассчитан На то Чтобы Достраивали И Современная Транспортная Доступность Она Говорит О том Что Генеральный Конструктор Об этом Идеальный Пример Сказал Что Раньше Дороги Были Просто Тропами Тропинки Проходил Проложил Путь Потом Стали Брусчатку Накладывать И Эти Тропинки Мы же Идем Битиевато Мы же Идем Не по Прямой Мы Обходим Какие-то Препятствия И Далее Уже Произошло Расширение До Обычных Дорог Сплошь И рядом В тех Городах Которые Затронули Средневековье Так скажем Либо Царскую Россию Которая Копировала На тот Момент Полностью Европу Вот Эта Брусчатка Во многих Современных Без Старого Городах И То Что Полностью Эту Брусчатку Придется Срезать Там Невозможно Построить Вообще Нормальную Дорогу Поэтому Ее Оставляют И Подвеску Жители Подобных Городов Пересекая Вот такие Территории Гробят Своих Автомобилей Потому Что Был Сделан Город Как Задумывалось На тот Момент Никто Не ожидал Что Появятся Автомобили Всех Устраивало Что Все Перемещались На Лошадях Но Когда Число Автомобилей Утверждает Генеральный Конструктор В городах Стало Достигать Число Жителей Городов То Возник Коллапс Пробки Смог Все Вытекающие Обстоятельства А Логистика Городов Она Не Была Продумана И Логистику Городов Современных Заложили Пешеходу Пешеходы Заложили И Создали Эту Урбанистику И Можно Делать Какие-то Локальные Решения Построить В местах Где Есть Свободная Территория И Сделать Допустим Провисающие Структуры Соединить Намного Дешевле Намного Экологичнее Эффективнее Чем Современное Метро Вы знаете Что Во многих Городах Долгострой Метро Метро Содержать Дорого И закрывать Дорого Но Полностью Перестроить Инфраструктуру Современного Города Не получится Поэтому Струнный Транспорт Всегда Будет Сожительствовать В городах Старого Типа Современным Транспортом И Это нормально Как и Все Национальности Все Виды Цвета Кожи И Все Абсолютно Люди Равны Они Сожительствуют Должны Сожительствовать В абсолютном Равенстве Равноправии Без Какой-либо Дискриминации Поэтому Никто Дискриминировать Современный Транспорт В этом Случае Не Собирается И конкуренции В этом Плане Нет Современным Электромобилям Будет Симбиоз Будет Сожительство В городах Которые На сегодняшний День Невозможно Перестроить Поэтому Я и говорю Что Электромобили Вы Увидите В ближайшие Годы То есть Тесла Это как Первопроходцы Как вот Мы с вами По партнерской Программе сейчас Для Skyway Первопроходцы Так и Миллионы Людей Потом Присоединяться Будут Электромобили И резко Параллельно Пойдет Электромобиль На стальных Колесах Как транспорт Второго Уровня И Скорость В современных Городах Констактирует Генеральный Конструктор Упала До 10 Км в час Тире 15 Км в час Это максимум 30 Км в час Это скорость Максимально Железнодорожного Сообщения Когда по прямой По рельсам Перемещаешься И максимально Прямой Путь Да Там с радиусами Поворота Но которые Также не решают Абсолютно Проблемы Современной Транспортной Доступности Которую Хотелось бы Достигнуть Что нам Было бы Комфортно Чтобы До любой точки Мы смогли Добраться Минут За 30 Максимум А то И пешком За 3-5 минут И То что Сейчас Вот все время Мы проводим Дороги Скучности Опять же Это распространение И Социальных Дисфункций Общества Будь то Преступность Будь то Психологические Заболевания Будь то Неуверенность Будь то Как вот Разложение Некоторое Молодого Поколения И Уязвимость К влиянию Социальными Сетями Там И так далее Так и Конечно же Это Рассадник Болезни То есть Тут И Гадать Абсолютно Не стоит Для того Чтобы иметь Большую Скорость Должны Дороги Быть прямыми Это Уже Спроектировал И применяет Генеральный Конструктор То есть Большими Радиусами Для того Чтобы достигнуть Скорость Например 360 Км Час И Ускорение Должно Быть Не больше 0,5 метров На секунду Квадрат Это не один Допустим Когда человек Будет падать Транспорт Как будто Будет Возить Не людей Дрова Я привожу Цитаты Генерального Конструктора Вот Фактически Все Это Выступление Разложил По цитатам Не поленитесь Обратитесь К этой ссылке И посмотрите Все То Что Есть Уже В таком Полном Формате И С полным Описанием И с Визуализациями От Головной Компании Это Замечательно Все Показывает Тот Мир Который Сейчас Только Зарождается И Если Средняя Скорость Будет 100 Метров Секунду Например 360 Км Час Это Опять же Не мои Слова Это Цитата То За полчаса Можно Проехать 180 Км И Тогда Города Должны Появиться Уже В логике Линейных Городов То есть Раньше В городах Были Коммуникации Речки Различные Каналы Как Допустим Панама Появилась Вообще Она Появилась В логике Панамского Канала Как Появилась К примеру Лондонской Урбанистики В логике Реки Этемзы Как Появились Многие Многие Города Основанные На реках На соединениях По Водному Транспорту Потому что Он Имел И имеет До сих пор Популярность И Контейнерные Перевозки Они Невозможны Были бы На сегодняшний день Без водного Транспорта И Коммуникации В городах Нового типа Это как раз таки Струнный транспорт Это Скайвей Это транспорт Второго уровня Он безопасен Экологичен Вокруг него В логике Линейного Пешеходного Города Можно Организовывать Абсолютно Комфортное Достойное Проживание Но я уж Не говорю Про Эргономику И про то Что в одном Месте Находится Фактически Центр Города И Можно Доехать За 3-5 минут До своего Места Работы Остановки Для городского Транспорта Будут Через Километр Полтора То есть Разбивка Будет По кластерам Все замечательно Вот В той ссылке Которую предоставил Освещается И Чтобы дойти До центра Кластера Для меня Идеальная Ситуация Будет 500 метров Можно Пройти За 3-5 минут И Сделать Этот кластер Полностью Пешеходным Где нет Автомобиля Максимум Это велосипед Либо Электроскутер Электроскутер И Не На топливе Скутер Потому что Эти города Должны быть Максимально Экологичными Чтобы не Загрязнять Наши с вами Легкие И Как результат Это повысит Качество жизни И повысит Наши долголетия Не только В Искагоре Будут люди Долго жить Но и В мегаполисах Будущего Ближайшего Будут люди Достаточно Счастливы И долго Жить Так как Здоровье Будет намного лучше И На самом деле Концепция Легкого Прогулочного Транспорта Концепция Городов Кластерного Типа Линейных Городов Была создана Генеральным Конструктором Из-за того Что Цитирую Нам надо Двигаться И Я могу Сказать На Своем Примере Во время Карантина Я мог К примеру Разжиреть И Кушать Чипсы В кровати Бекон Так кстати Многие Делали Но Я Провел Эксперимент То есть Не было Абсолютно Никаких Возможностей Не выйти Определенное Время Все Зависит От От Нашего Движения То есть Я элементарно Делал Кардиотренировки А лучшая Кардиотренировка Это пройти 10 тысяч Шагов На самом деле Никакая Кардиотренировка Вам даже Не понадобится И Наш Сердце Будет Работать Долго И Плодотворно Это Заменит Любой Фитнес И Вот Это Модификация Это Сделано В логике Современного Ленивого Человека Чтобы Он Хотя бы Крутил Педали И Это Как Модификация Это По сути Не нужно В Транспортно Инфраструктурном Комплексе Нового Поколения Которое Решает Проблему Транспортной Доступности Современного Человека Потому Что Люди Будут Ходить Пешком От Друзей До Гостей До Работы Кто-то Выходить Заранее Не потому Что Допустим Нужно Добраться До Стоянки Идти 10 минут Это Тоже Неплохо Это Тоже Кардионагрузка Но Потому Что Просто Человек Хочет Ходить Но Если Он Опаздывает Он Может Быстро Пересесть На Транспорт И Добраться Буквально До Своей Точки Назначения Это Будет В Городах Кластер Типа Поставьте Плюсы Кто Представляет Вообще Что Такой Линейный Город Визуализации Не Стал Делать Иначе Наш Вебинар Растянулся На Два Часа И Вот Это Движение Энергия В Движении Она Была Одним Из Слоганов Легкого Прогулочного Транспорта И Она Я Я Я Составляющим Струнного Транспорта Линейный Город Будет Построен В Природе Не Среди Асфальта И Бетона Многие Сейчас Во Время Пандемии Ощутили То Что Я Сам Ощутил Я Дитя Бетонных Стен Вот Этот Дитя Технологий Не Особо Люблю Природу Так Получилось Но Сейчас Мне Пандемия Подсказала Что Лучше Жить За Городом И Когда Появятся Города Линейного Типа И Когда В Малоэтажном Строительстве С Землей Садом На Крыше Я Смогу Приобрести Дом Да Это Просто Будет Какой-то Райский Сад Я могу Сказать И Это Будет Абсолютно Комфортная Территория Для Проживания Даже Большой Семьи И Можно Жить На Острове Цитирую Генерального Конструктора Можно Жить В Пообщайтесь С Вашими Инвесторами Вообще Насчет Цели Какая Первичная Цель Закрытие Пирамиды Маслов Потребности Это Еда Это Жилье Пообщайтесь С ними В Каком Жилье Они Хотят Жить И Покажите Им Картинки Пока Что Визуализации Но Уже Компьютерная Графика Покажите Им Выпуск Про Эко Дом Например Я делал На Экофесте 2019 Репортаж Про Первые Прототипы Эко Дома Это Прототип Это не Сам Эко Дом Будет Еще Лучше Хотели Были Люди Жить В Таких Домах И В Это Они В Том Числе Инвестируют Чтобы Такой Мир Сформировался На самом деле Многие Технологии Родила Визионерская Мысль И Фантазия Потребительский Спрос Рождает То Что Человек Желает То Что Человек Хочет И Получает Из Своих Мечтаний И Это Как Раз Таким Максимально Реализует Воплощает В виде Инженерной Мысли Технология Skyway И Та Технология Которая Воплощает Человеческие Мечты И Мысли В Реальность Она Получает Максимальную Капитализацию Это Показала История Захотел Человек Ходить Не с Ноки Захотел Человек Скролить Пожалуйста Человек Покупает Современные Смартфоны Захотел Человек Перемещаться Внутри Транспортных Капсул Пожалуйста Человек Будет Менять Эту Транспортную Капсулу Как Сегодня Меняет Смартфон Если Можно Будет Изменить Одну Часть Пред Восхищая Следующие Вебинары Я могу Сказать Просто Восхищен Был То Что Контейнерные Перевозки Они Могут Быть Внутри Той Технологии Которую Мы Финансируем Не Только Грузовыми Но И Пассажирскими Я Задумался На той Визуализации Когда Представленная Космическая Капсула Что Там Тоже Внутри Контейнер И Возможно Генеральный Конструктор Уже Подразумевает Привыкание Человека Что Он Внутри Абсолютного Комфортного Контейнера Не Знаете Тот Контейнер Который Используется Для Дешевого То есть Это Ужасные Условия Тут Будут Совершенно Другие Контейнеры Продуманные Продуманные Как для Перемещения И Не Исключено Что Не буду Утверждать То есть Это Знает Только Генеральный Конструктор Но Кто Знает Как Мы Будем В будущем Перемещаться Уже На Не Просто Второй Уровень А На Высоту Допустим 400 Километров То есть Не Сильно Принимайте Близко К сердцу Те Кто Сейчас Первый Раз Присутствует Просто Когда Вы Будете Вникать Все Больше И Больше Ту Технологию Которую Финансируете Вы Поймете Вот Этот Вебинар И В первую Очередь Я Говорю Эти Все Слова Для Тех Людей Которые Уже Три Четыре Года Потому Что Мы С Вами Первопроходцы Мы Пионеры Мы Несем Эту Идею Мы Обязаны Понимать Идеологию И Логику Развития К чему Это Все Движется И Откуда Это Берет Истоки Линейный Город Построен В Природе Может Жить На Острове Может Жить В Доме Построенном На Воде Это Уже Другая Логика Ты Живешь На Природе С Природой Дружественно Живешь В Логике Современной Пандемии Тот Кто Живет На Природе Он На Самоизоляция По сути Самоизоляция Она Будет Идеально Выстроена В Логике Кластерного Города Согласитесь И Генеральный Конструктор Утверждает Что Сейчас Будут Такие Мутации Не Только Искусственные Но И Природные И Которые Убьют Того Кто Совершает Это Человек Все это Делает В своей Индустрии И Вот Тут Постепенно Мы От Обоснования Современного Качества Критерия Транспорта Транспортной Доступности Идеологии Что Необходимо Индустрию Отделить От Биосферы Индустрия Неизбежно Убьет Все Когда Человек Задумывается О том Что Нужно Заниматься Здоровьем Когда Он Заболевает Всегда Нужно Действовать На Опережение Генеральный Конструктор В данном Случа Действует Ну Максимально На Опережение Он Говорит Что Не только Мы Живем Он Думает О будущем Своих Детей Внуков Что Они Получат От Наследство Будут Жить В масках Противогазах Не Долго В тот Час Мы Ходим В магазин Маска Я Лично Задумываюсь Насчет Покупки Респиратора Серьезного Респиратора Серьезными Фильтрами Самолет Потому Что Я Не доверяю Аэропортам Я не доверяю Тем Станциям Которых Нужно Будет Ожидать Большом Скоплении Людей Потому Что Мир Уже Не Поменяется Мир Вот Преодолел Вот Эту Точку Пандемии И По Другому На мой Згляд Уже Не Будет И Генеральный Конструктор Что Не Хочет Чтобы Все Ходили В больные В противогазах Язвах Боялись Уходить На улицу Непонятно Чем Питались Что Это За Жизнь Была Бы Остальные Фразы Я На Вебинарах Уж Говорить Не Буду Но Вы Все Прочитали И Замечательно Что И Об Этом Генеральный Конструктор Даже Думает Чтобы Люди Не Превратились В Биороботах И Биомассу Это Не Мои Цитаты Это Не Цитаты Откуда То Из Я Не Знаю Паблика Какого То Это Цитаты Генерального Конструктора Про Биороботов А не Людей Не Нужно Идти К Этому Потому Что Технология Которую Мы С Вами Финансируем Делается Для Человека А Человек Призван Жить В Содружестве С Природой Индустрия Женери Отходы Это Опять же Цитаты Так же Как И Жизнь Вся Биосфера Построена На Отходах Живых Микроорганизмов И Тут Затрагивает Очень Важную Цель Я вижу Преображение Видения Концепции Генерального Конструктора И должно Быть Преображение И наше Так же Идеологически Что Если мы Станем Другими Например Как-то Гуманистически Максимально Будем Относиться И Пытаться Переубедить Троллей Недругов То Станет ли Индустрия Другой Вот То Что мы Сейчас Преобразовываем Посредством Финансирования Той Технологии Которую Мы Развиваем Станут Электростанции Другими И Снова Будет Сжигаться Все равно Топливо И Выбрасываться Под продукты Горения И Вы Заметили Наверное Как Притихла Грета Тунберг Именно Тематика С Гретой Тунберг Появилась Другая Тематика Уже Параллельно С пандемией Это Так же Распространилось На весь Мир И Я Абсолютно Не Поддерживаю Расовую Дискриминацию Считаю Что Все Люди Равны Независимо От Света Кожи И В этом Плане Я Солидарен На самом Деле С тем Что Затрагивается Эта Тема Но Освечать На Вебинаре Не Буду Так Как У нас Не Такая Тема Вебинара Глубоко Не Буду В Это Погружаться И Отходы Изменили Всю Планету Так Как Атмосфера Стала Кислород Содержащей Даже Кислород Которым Мы Дышим Это Отход Жизнедеятельности Синезеленых Водорослей Растений Фантасинтеза И Если Бы Не Стало Кислорода Не Стало Озонного Слоя Мы С вами Все Бы Сгорели Так Как Озоновый Слой Защищает От Ультрапиолетов А Защищает Ли Полеты Ракет От Разрушения Озонного Слоя Вопрос Открытый И Это Будет Нашим Будущим Их Настоящим Потом Наших Потомков Наших Поколений Наших Детей Наших Внуков И Правнуков Я Лично Об этом Задумываюсь Поставьте Плюсы Кто Об этом Задумывается Поставьте Минус Кому На Это Наплевать И То Что Мы Заложим Заложим То У Них И Будет И Коронавирус Пытался Донести С помощью Европейского Маркетинга Европейского Подачи Жак Фреско Это То О чем В плане Космизма Говорили Многие Астрофизики Погибшие И Ушедшие Точнее Из жизни Это То О чем Говорит Сейчас Генеральный Конструктор При жизни И он Видит Свои Миссии Решить Эту Проблему И он Не просто Видит Свои Миссии Он знает Как это Сделать Так как Земля Это Наш Дом Для Цивилизации Для Человечества Это Одна Комната Где Нет Даже Перегородок Странно Если Мы В этом Доме Поставим Электростанцию Будем Непть Добывать В другом Углу Хранить Отходы А там Построим Завод Как Можно В этом Доме Жить Это Цитаты Генерального Конструктора Это Крик Его Души Это Его Философия Которую Мимолетно Мы Просто Обязаны Впитать Когда У него Было Время Это Сказать Во Время Карантина Во Время Самоизоляции Я Лично Ценю Глубоко И Сильно Это Время Так Как Многие И Бизнес Процессы Мне Лично Это Позволило Перестроить И Еще Более Углубиться Сформировать Аргументацию Для тех Людей Которые Только Присоединяются Для того Чтобы Быстро Их Убеждать В том Что Мы Продвигаем И Финансируем Вот Так Вот Сейчас Мы Живем Дом Один И для Человека И для всей Биосферы И Порядка 12 Миллионов Видов Живых Микроорганизмов Человек Один Из Видов Всего Лишь Но Этот Вид Может Разрушить Все На этом Вебинар Казалось бы Можно Закончить Уже Фактически Час Он Найдет Но Я Продолжу Так Как Это Такой Идеологический Философский Вебинар Я Специально Все 40 Минут Разложил По Тезисам Предельно Очень Серьезно Подумал Над Этим Вебинаром Чтобы Вам Сопровождать Потому Что Этот Вебинар Он Останется Его Кто Будет Пересматривать Кто Перечитывать Тезисы Когда Вдруг Будет Непонятно Почему Пример Токен Еще Не Появился А Вы Не В курсе Что На самом Деле Вообще Токен Он Должен Также Впитать Некоторые Решения Которые Только Развиваются Например Технология Оракула Вы Увидите Это Когда Будут Уже По тематике Блокчейн Технологии И Они Подготовлены Я лично Принимал Также Участие В них И Это Огромная Для меня Честь Помогать В этом Направлении В том Что Я Понимаю Развиваю Это Будет Просто Разжевывание До мельчайших Частиц Но Когда Придет Время И Карантин Немножко Отбросил По Юридическим Процессам Так как Юристы Элементарно Не могли Попасть В офисы Но Сейчас Когда Все Возобновляется Процесс Пойдет Очень Быстро И Первобытные Люди Даже Догадались Вынести Технологии За пределы Своего Дома За пределы Пещеры И Выжили Но Технологии Продолжали Развиваться Дальше Они Превратились В индустрию Которая Совершенствуется Она Знаете Как Такая Медуза Горгона Отрубишь Одну Голову Индустрия Развивается Отрубишь Другую Голову Снова Вырастает Следующая Индустрия И все Это Губит 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 Современную Биосферу И современному Человеку Она Так же Жизни Лучше Не делает И выход Один Это Замечательная Метафора На самом деле Это Сделать Так Как Они Уже Догадались Сделать Почему Об этом Мы можем Не догадаться Если Даже Недалекий По сравнению С современным Человеком Первобытный Человек Догадался Вынести То Что Отравляет Его Легкие И заставляет Умирать В рассвете Сил Он Вынес Сформирующий Копоть Вот этот Костер Вынес За пределы Пещеры И стал Развиваться Дальше Почему Человек Не может Вынести Индустрию Ближний Космос И Этой Проблематикой Как раз Начал Заниматься Еще Студентом Генеральный Конструктор Потом Была Рождена Идея Общепланетарного Транспортного Средства Это Моя Любимая Тема Откуда Потом Отпочковалась Струнная Транспортная Система Откуда Отпочковалась Направление Энергетики И кто Не в курсе Есть решение У генерального Конструктора Оно уже Так же Параллельно Проектируется В свободное Время Свободными Ресурсами Отделов Ресурсы Отделов Формируются Так как Когда я Развивал Блокчейн Платформу Ну я Прекрасно Понимаю Если Кто-то Не задействован Что его Нужно Максимально Задействовать Этому Я научился У генерального Конструктора И он Максимально Оптимально Использует Ресурсы Которые Сейчас Кстати Подсократились То есть Тот Кто стал Неэффективным Во время Карантина Он Вышел Из системы И Так же Даже в логике СВЦ Некоторые Изменения Тоже Произошли В логике Бизнес Управления И в логике Некоторых Процессов В логике Менеджмента Некоторые люди Покинули Систему Потому что Они Оказались Тоже Недостаточно Эффективными И Некоторые Региональные Лидеры Это Нормально Это Стандартный Процесс Естественного Бизнеса И корпоративного Отбора И Почковалось Понимание Что такое Польша В плодород Это Иммунная Система Биосферы Которую Мы Убиваем А там Кстати Погибают Все болезнетворные Микробы Почви И Генеральный Конструктор Знает Способ Как это Все Превращать В реликтовую Почту Почву Как это Превращать В гумус Я Неоднократно Говорил Что Вот только Это Направление Оно Может Сформировать Такую Мощную Капитализацию О Которую 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 Взрывные IPO Были В прошлом Году Но Можно Будет Позавидовать Им Этому Направлению И Это Способствует Развитию Других Технологий Которые Действительно Спасут Планету И цивилизацию Поэтому На самом Деле И Подобный Сейчас Вектор И слоган Тоже Кому-то Он Кажется Может Слишком Жестким Слишком Советским Но Когда Появится Более Адаптированный Под мир Слоган То И он Будет Принят Он Появится Пока Что Такой Но То Что Огромное Количество Технологий Будут Рождены От Струнной Системы Это Однозначно Потому Что Это Новый Технологический Уклад И Так же Как С Свойства Микропроцессорной Электроники Когда Первые Микросхемы Были Созданы И Сейчас Выросла Вся IT Индустрия От Свойства Пьезоэффекта И так далее От Свойства Кремния Генерация Электромагнитной Волны И так далее Все Это Сформировало Вот Эти законы Эти принципы Это Понимание Целой Индустрии Которые Сформировали Фактически Современную Экономику Современная Экономика Не была Сформирована В логике Строительной Индустрии Либо В логике Транспорта Уже Устаревшего Современной Индустрии Это Фактически Те Стартапы Которые Буквально 10 20 30 лет Назад Были Рождены И Сформировали Нашу Современную Жизнь Поэтому То Огромное Количество Технологий Которые Сейчас Уже Постепенно Рождает Направление Струнных Технологий Оно Сформирует Основы Новой Экономики И Вот 25 29 Пункт Это Просто Бомба Дорогие Друзья То есть Насколько Здесь Все Продумано Что Реализация Skyway Пособствует Реализации Программы Космической Spaceway Тем же Самым Решения И Логистика Должны Быть Определенными Должна Быть Создана Сеть То Что Сейчас Делается Это Часть Программы Это Экологически Безопасная Сеть Транспорта На Планете Которая Решает Проблемы Транспортной Логистики На Планете Это Транснет То есть Это Транспортная Глобальная Сеть В то же Время Это Сеть Дорог Где Миллионы Струнных Дорог Будут И Будут Решаться Проблемы В том числе Транспортной Доступности На Планете И Лучше Всего Людям Будет Жить Потом В Линейных Городах Которых Артерии В любом Случае Представьте Насколько Спроектирована Вся Транспортная Сеть Генеральный Конструктор Видит Это Сверху Это Все Будет Сводиться Как Артерии К Главному Источнику Как Кваториальному Городу Который Будет Протягиваться По длине 40 тысяч Километров И Будет Связан С Индустрией В космосе Не Просто Его Строят Чтобы Построить Мега Супер Купер Гигаполис А для того Что Это Станет Основой Для Рождения Нового Решения Которое Сейчас Местечково Локально Решают Ракеты И Тогда Продукцию Можно Развозить По планете В самый дальний Уголок Безопасно Быстро Дешево И экологически Чисто Для людей Если Надо Доставлять Космос На орбиту Где Можно Создать Условия Для проживания На земле Не хуже А даже Лучше И Это Современные Визионеры Современные Фантасты Уже В фильмах Показывали Это было Показано В фильме Элизиум Правда Там Была Показана Антиутопия Но Это Извините Законный Жанр Чтобы Ходили Люди Чтобы Смотрели Должна Быть Драма Фильмы А драму Лучше Избегать Там Где Можно Гравитацию Регулировать И Можно Допустим Сделать Эко Космодом И Это Я Лично Слышал На Конференцию По Неракетному Освоению Ближнего Космоса На Второй Конференции Которая Была В Прошлом Году И В Этом Году Также В Несколько Другом Формате Будет Третья Конференция Над Этой Задачей Проблемой Уже Думают Это Не Просто Визионерство Это Не Просто Визуализация Это Продуманные Решения Которые Мы С 50 тысяч Долларов За Вечер Я Всегда К Этому Готов Людей Лидеров Обсуждение Как вам 10 миллионов Долларов За Вечер И Финансирование К примеру Части Проекта Либо Адресного Проекта Либо Финансирование Уже В общепланетарные Транспортные Средства Это Будет Реально Теми Первопроходцами Теми Людьми Которые Вот этот Марафон Бегут И станут Максимально Выносливыми И максимально Знающими Продукты И технологии Которые Мы с вами Финансируем Потом Идет Просто Какая-то Фантастика Но это Реальность На самом деле Можно Менять Газовый Состав Атмосферы Улучшать Если Надо Можно Создать Условия Субтропиков Можно Даже Настроить Погоду Что Дождь Будет Идти Только По Ночам То Это Полностью Программируемая Биосфера Уже В космосе Как вы думаете Там блокчейн Понадобится Или нет Конечно же Потому что Без блокчейна Это может стать Вредительством И это может стать Оружием ОТС Также может стать На мой взгляд И негативным сценарием Развития человечества Только блокчейн Сможет Обезопасить Для того Чтобы это все Развивалось По предписанным Правилам Никто не мог Ничего Поменять В негатив Но все равно Родина Наш дом Планета Земля Поэтому Естественно Сообщение Должно быть Безопасным Экологически чистым Комфортным Недорогим Себестоимость Перевозок С помощью Общепланетарного Транспортного Средства Будет Внимание Ниже Тысячи Долларов Тонн За тонну Груза Доставка Груза На орбиту Сейчас Где-то 10 миллионов Долларов За тонну На более Высокие Орбиты Доходят До 100 Миллионов Долларов Груза И это Как раз Таки Отсылка То что Произошло Да Серьезное Эпохальное Событие И SpaceX Запустили Очень Серьезный Продукт Уже В космос Да За этим Наблюдал Весь мир Но За Spaceway Будет Наблюдать Вообще Абсолютно Весь мир Без Сомнений И Зависит От нас С вами От Первопроходцев Которые Закрывают Сегодня Вот эти 15 этапов Финансирования Мы С вами Их Закрываем И Crew Dragon Это Первые шаги Космической Индустрии Вредные Шаги То Как Получается То Как Требует Сегодня Бизнес То Как Требует Сегодня Корпорации То Как Есть Государственные Заказы Но То Как Нужно Будет Делать И Не Привести Нашу Цивилизацию В тупик Это Единственное Решение На Сегодняшний День И Мы Анализировали Все Космические Решения Они Не Так Глобально Решают Проблему Решают Локально Если Говорить Про Космический Мост И так Далее Ну Много Решений Но Эта Задача Может Максимально Охваченно Решаться ОТС Таким Образом Более Того Если Будет Доставляться Груз Из Космоса На Планету И Тут Я Очень Просто Скажу То Если Груза Будет Больше Доставляться По Грузопотоку По Весу С Космоса На Планету То Можем Брать Из Этого Движения Энергию Движения Опять же Это Механика Это Преобразование Кинетической Энергией В потенциальную И Потенциальную Энергию В кинетическую И ОТС Способны Это Сделать Размер Уменьшается Высоту А скорость Потом Гасится С помощью Электропривода С помощью Продуманных Решений И Эту Энергию Можно Рекуперировать Это Уже Применено Что Транспорт Может Отдавать В сеть Струнный Транспорт Может Отдавать В сеть Энергию Не только Брать Но и Отдавать И В космическом Решении Это Также Продуманно И Представьте Если Миллиард Тонн Будет Груза Больше Поступать На Планету Чем Отсюда Туда То Мы Мы Можем Не Запитывать Вообще Не Тратить Энергию С Планеты Земли Не Тратить Время На ОТС Оно Будет Само По Себе Давать Энергию То есть Это Будет Максимально Глобальный Возобновляемый Источник Энергии И Одновременно Максимально Эффективный Космический Транспорт К Ближнему Космосу Который Позволит Связать Линейный Город Эквадариального Типа И получить Такую Мощность От Миллиарда Киловат Что Получится Раздать Ее По всей Планете И Не Надо Ничего Сжигать Не Надо Паровых Котлов Об Этом Говорит Генеральный Конструктор Он Говорит Об Этом 40 Лет И Сейчас С помощью Струнной Технологии В Начале Вот 33 Тезис Skyway Это Только Часть Программы Для Него Он Идет Последовательно От Малого Частного К Общему Будет Решаться Большое Количество Проблем Не Только Локальных Как Линейный Город Кластер Транспортная Доступность Конкретного Человека Но И Глобальных Логистика На всей Планете Грамотно Выстроена Не С помощью Какой-то Идеи Предположения А Вот Так Получилось Так Построили А С помощью Инженерной Мысли И Логистика Космическая То есть Цивилизация Станет Космической Так Как Индустрия Будет Вынесена В космос Тогда И Человечество О чем Маск Говорит Я думаю Что И Сотрудничество Будет Таких Вот Визионеров Потому Что Вот ЭС Идеальный Плацдарм Идеальная Площадка Взлетно-посадочная Для Полетов Уже Туда Далеко О чем Даже Мечтать Сейчас Не Приходится И Думать Только Маркетинговые Бюджеты Традятся Для того Чтобы Эту мысль Поселить В голову Людей Что Может Долететь До Марса А что Ждет Что Ждет На Марсе И Не Проще Ли Делать Все По Шагам Вынести Сначала Индустрию В космос Потом Испытать Долететь Хотя Б Ну Это От Меня Уже До Луны Посмотреть Как Это Будет И Далее Уже Выше Дальше Быстрее Сильнее А вначале Просто Вынести Индустрию В космос Нужно Будет Развозить Груз По Орбите Опять же Цитирую Генерального Конструктора Это Также Будет Транспортная Система Струнная Транспортная Система И На Орбите Это Легче Будет Сделать Я Представил Что Орбитальный Комплекс И Там По Струне Все Потому Что Одно По Другому Не Получится ОТС Это Тоже Струнная Технология Поперечные Размеры ОТС Это Несколько Метров По Сравнению С Длиной А Длина 40 Тысяч Километров Это Как Один Десяти Миллионов То Это Как Паутинка Длиной Километр Паутинка Может Быть Устойчива Когда Растянута А Не Когда Сжата Поэтому ОТС Так Спроектирована Что На Любой Стадии Она Функционирует Как Растянутая Нить И Поэтому Она Устойчива Не Только Динамически Но И Статистически Устойчива Это Тоже Струнная Система То Что Мы С Вами Сейчас Финансируем На Сам Деле Это Логика Первопроходства Стратегия Первопроходства И Построение Структуры Взаимосвязи Мы Сейчас Огромную Социальную Структуру Взаимосвязи С вами Формируем Которую Опыт Наш Будут Использовать Далее Люди Они Будут Спрашивать Как Ты Вообще Еще До Закрытия 15 Этапов Удавалось Тебе Убеждать Мы Будем Передавать Этот Опыт Когда Будут Присоединяться Огромное Количество Людей Потому Что Будут Вначале Финансироваться Адресные Проекты Параллельно Будет Развиваться Параллельно Будет Развиваться Новое Направление Почты Параллельно Будет Развиваться Новое Направление Энергетики Параллельно Будет Развиваться И Блокчейн Направление Так как Появится Много Применений Я не вижу Другой Корпорации Которая Могла Бы Родить Так Такую Огромную Массу Возможных Применений Для Использования Блокчейн Стартапов И Многие Многие которые еще не появились, ну и не были в принципе 30 лет назад многие стартапы, которые сформировали максимальную капитализацию, рекордную доходность современных индустрий. И возможно это ожидает и нас. Поэтому каждый из нас с вами сам решает, сколько инвестировать, помогать проекту или не помогать, вредить или не вредить. Время все расставляет на свои места. Пандемия заставила нас задуматься, пандемия заставила нас приостановиться. Но сейчас мы снова понесемся сквозь будни и мы снова все забудем. И вот те люди, которые сейчас использовали момент, научились работать удаленно, они сформируют костяк тех партнеров, которые будут со скоростью огромной развивать проекты и платформу SWC. И что самое немаловажное, мы не упали радикально в финансирование и в инвестиции. Это говорит о том, что те люди, которые вот сейчас участвуют в проекте, им не безразлична судьба проекта и они заинтересованы не только материально. Материальная заинтересованность покажет будущая прибыль проекта, а прибыль проекта покажет полезный эффект, который колоссален и неимоверен. Благодарю вас за внимание. Такой вот вебинар, возможно, такой серьезный, философский, возможно, тяжелый, но я не мог не остановиться на данном очень мощном видео Анатолия Эдуардовича. Огромная ему благодарность за это видео, потому что не исключено, что сейчас у него времени записать такое продуманное, четко выверенное, логически последовательное видео просто не будет. Я желаю всем добра, всем счастья и я желаю всем максимальной динамики уже в мире после пандемии и осознания тех вещей, не забывания тех вещей, которые мы осознали во время карантинов и во время самоизоляции. Всем счастливо, всем пока. С вами Алексей Суходоев. По традиции, пожалуйста, поставьте от 1 до 10, как вам информация на вебинаре. И я прощаюсь до следующего вебинара через 2 недели, 24 июня. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий SkyWay. В этом выпуске. Разнокалиберная обойма. Кто создает концепт будущих юниконтов? На волне. Для чего экотехнопарку разрешение на использование радиочастотного спектра? Спасай планету. Почему струнные технологии отказываются от использования бумаги? И наша традиционная рубрика – это день в истории SkyWay. А теперь обо всем по порядку. Продолжаются работы над созданием большегрузного юниконта, развивающего скорость до 120 км в час и грузоподъемности до 32 тонн. Напомню, что задача транспортного средства – перевозка морских контейнеров длиной до 40 футов. Юникон предназначен для индустриальных объектов, инфраструктуры портов и мест добычи полезных ископаемых. Однако в нашем сюжете специалисты управления дизайна и архитектуры струнных технологий под другим углом взглянули на долгожданное транспортное средство. На данный момент это ведется разработка пассажирских модулей для юниконта. Направление 2 – это подвесной и навесной. Этот транспорт может быть и не только возить контейнеры, но и некие модули. Самый лучший дизайн, по моему мнению, это тот дизайн, который, ну, когда ты приобретаешь объект и обнаружишь в него функции, о которых ты не знал, за которые ты не платил. Ну, вот мы здесь видим, это уже переработанный юниконд, на базе него установлен пассажирский модуль. В работе еще здесь часть только него и его. Мы можем видеть там пассажиров уже, это обязательно внедрять, так сказать, человека в среду, которая разрабатывается, чтобы опираться на него параметры. Наш отдел предлагает какие-то в каких-то проектах более интересные решения по свету, по эргономике, по материалу, по взаимодействию всех вот этих элементов. Я скажу так, это, конечно, достаточно уникальный случай для вот таких вот дизайнерских бюро, когда в одной обойме сосредоточены специалисты разных направлений. То есть тут тебе и графический дизайн, и полиграфический дизайн, и концептуальный дизайн, и 3D дизайн, и технический дизайн. И, в общем-то, все-все-все, тут трудно что-то еще себе представить, чем наши специалисты не занимались бы. Компании струнной технологии получено разрешение на использование радиочастотного спектра в экотехнопарке Skyway. Задача цифровой радиосистемы оперативно-технического назначения – организация надежного и безопасного канала передачи данных между подвижным составом и его надземной инфраструктурой, ибо связь – ключевой элемент в любой критической ситуации. Главное преимущество технологии состоит в отсутствии проводов, а также в возможности оперативного развертывания сети по всему периметру комплекса. Уже установлено радиопередающее оборудование на одной из промежуточных опор провисающей путевой структуры. В данный момент проводится мониторинг технических показателей работы системы и выявление возможных проблемных зон. Наши специалисты делают все возможное, чтобы струнный транспорт Юницкого был безопасным для пассажиров. Ускорить процесс делопроизводства в три раза удалось специалистам управления автоматизацией бизнес-процессов. Автоматические рабочие места на основе платформы 1С созданы нашими разработчиками. Иными словами, в соответствии с экологической ориентацией компании и политикой в области качества, закрытое акционерное общество струнной технологии уходит от бумажного документа оборота. Носить разного рода бумажки из кабинета в кабинет больше нет необходимости, а эффективность обработки данных растет. Подробности в нашем сюжете. Ранее документы проходили согласование со всеми руководителями сотрудника, который оформляет какой-либо документ, то есть по всем ступеням управления. На сегодняшний день процесс оптимизированный таким образом, что согласование проходит только с непосредственным руководителем, а остальным параллельно идет ознакомление, то есть не происходит задержка на этапах согласования документа. К примеру, начальник юридического отдела направляет нам запрос на автоматизацию процесса согласования договоров. Он предоставляет нам информацию о последовательности маршрутов согласования и о критериях согласования. Мы собираем всю информацию с владельца процесса, которым является начальник юридического отдела, и со всех участников процесса, таких как, например, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела и другие заинтересованные сотрудники. Собираем с них всю информацию, обрабатываем ее, оформляем в виде регламента процесса и утверждаем у генерального директора. Выгода внедрения системы электронного документа оборота и работы всех сотрудников в единой информационной среде является предоставление оперативной и достоверной информации о деятельности всех структурных подразделений для эффективного и более быстрого принятия управленческих решений на всех уровнях управления. Полную версию данного видеоматериала ждите на официальном сайте компании и канале в YouTube. Семь лет назад московская аудиторская компания Hold Invest Audit оценила рыночную стоимость бренда струнного транспорта Веницкого в 400 миллиардов, 867 миллионов, 433 тысячи долларов США. Сумма поистине астрономическая. Например, рыночная стоимость Газпрома в том же 2013 году составила всего 10,5 миллиардов. Объектом оценки стали исключительные права на интеллектуальную собственность и ноу-хау, включившие в себя плоды 35-летней интеллектуальной, научной и экспериментальной деятельности Анатолия Юницкого. Интересно, что главной проблемой оценщиков стало отсутствие аналога для сравнения. С железной дорогой? Некорректно. С канатной? Только внешнее сходство. По уровню комфорта, надежности, безопасности и долговечности струнный транспорт Юницкого оказался сравним разве что с высокоскоростной японской эстакадой. Но и та, по мнению московских экспертов, проигрывает струнным транспортным системам, как тогда назывался Skyway, по характеристикам. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и вы всегда будете выше всякого сравнения. Строй Skyway! Спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok